Доброе утро! И солнечные, снежные Алании сегодня! Да, такой морозный, снежный, такой красивейший, прям новогодний Алании. Вот, у нас, как всегда, самая актуальная информация для вас со всей Турцией специально собрали. В ближайшие несколько минут вы всё узнаете. И, кстати, да, мы выходим каждый день, так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и будете получать самую горячую информацию первыми. У нас, кстати, сейчас январь, новогодние праздники продолжаются, куча бонусов, подарков. Всякие супер предложения для вас, так что следите за новостями, будьте в теме. Обращайтесь по всем вопросам, которые у вас есть, к менеджерам. Можно на сайте посмотреть, там есть фотографии, обращайтесь к тому, кто вам больше понравился. Вот, или пишите комментарии под видео, задавайте свои вопросы тоже там. Ну, начинаем новости, всё, не будем медлить. Алина, что там у нас случилось? И начнём мы с Алании. Супер, как всегда, в Алании у нас всегда всё шикарно, мы всегда в топе, потому что Алания отличный город, самый лучший город во вселенной. Вот так вот. У нас в городе забота о людях всегда на первом месте. Так, недавно в Алании открылся гостевой дом для родственников больных, который находится на лечении в государственной больнице Аладдин Кейкубат Хастана Си. Здание со всеми удобствами. Родственникам предоставляется трёхразовое питание, причём питание и проживание совершенно бесплатное. То есть родственникам предоставляется такой отельчик, там 2-3 звёздочки. Вот, очень неплохо. Конечно, болеть плохо и вообще страшно даже, но когда есть хорошая группа поддержки, то, мне кажется, болезнь уходит быстрее и веселее. А вот, а здесь ещё для всех родственников такой подарок судьбы, питание, проживание. Супер. Действительно, заботиться о гражданах. Так, четвёртое место и эффективность, но закон о гражданстве. Как вы помните, теперь гражданство Турции можно получить, если приобретёте недвижимость на сумму не менее 250 тысяч долларов. После выхода с закона число покупок резко возросло. Теперь за последние несколько месяцев было получено более 250 заявок на гражданство. А, кстати, первым, кто получил турецкое гражданство по упрощённой схеме в провинции Анталии, стал россиянин, который купил недвижимость в нашей компании. Многие хотят стать гражданами. Ты хочешь стать гражданином Турции за 250 тысяч? Нет, я сначала хочу 250 тысяч, а потом, возможно, я подумаю над гражданством. Хорошо. Всё, давай к третьему месту. И на третьем месте ещё одно нововведение. С Нового года в Турции выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. Самый большой штраф за подделку документов на транспортное средство – более 17 тысяч лир. Точную информацию об остальных штрафах смотрите на нашем сайте в разделе новости. Если что, все подробности в разделе новости. Ну, мне кажется, 17 тысяч за подделку документов – действительно штраф большой. И как бы подделка документов. На эти деньги можно купить маленькую машину. Да, можно купить машину. Нет, вообще можно отучиться и купить маленькую машинку. Вот так вот. Так, на втором месте у нас масленица и анонс. В начале марта в Анкаре пройдёт русская масленица. Конкурс на её проведение сейчас объявлен в российском Санкт-Петербурге. Мероприятие запланировано в рамках обмена культурными программами между Турцией и Россией. И отмечу, что в Турции большая русская диаспора, её отделение есть в десятках городах страны. Вот. И они все будут праздновать. Масленица, вот в Анкаре особенно. Прям так, широко. Так, и на первом месте отличная новость от нашей компании. У Рескроперта появился ещё один офис за рубежом. Теперь официальное представительство компании есть в столице Чечни, городе Грозном. Двери нашего нового офиса всегда открыты для вас. Ждём вас. Приходите, будем рады помочь и ответить на любые интересующие вас вопросы, касающиеся покупки недвижимости в Турции. Да, посмотрите, объекты, какие-то интересные предложения. Ценопадный, например, о котором я вам сейчас и расскажу. Если кто не в курсе, смотрит на первый раз. До 31 января у нас шикарные цены на ряд объектов. И мы каждый день читаем новенький объект. Сегодня это мебелированный двухуровневый пинхаус для большой семьи в Авсаларе. Пинхаус 4 плюс 1, площадь 133 квадратных метра, этаж 6, конечно же, с мебелью, с бытовой техникой. До моря 500 метров. Ну и также с балкона открывается очень хороший вид как на море, так и на комплекс. А комплекс не какой-то, а Орион Сити или Орион 1, как привыкли его называть. Это излюбленное место для арендаторов и просто для людей, которые живут, отдыхают в Авсаларе. Там классные пляжи, а в Орионе какая-то, собственно, такая есть тусовка очень интересная. И вообще комплекс очень большой. Там дружно отдыхают с разных стран, с детишками, с бабушками, с дедушками. В общем, очень интересно. Пользуется большой популярностью. До центра 200 метров написано, но мы-то знаем, что это прям в двух шагах. И по средам шикарный базар, до которого можно дойти в тапочках. Да вообще практически везде. В Авсаларе до всего можно дойти в тапочках. И вообще нужно ходить в тапочках, потому что лето, солнышко, пляж и все дела. Вот, хватили мороженое, минералочку, пошли на море, покупались, вернулись. Там бассейн, хамам, сауна. Все 33 удовольствия. Год строительства 2013. Комплекс в хорошем состоянии, инфраструктура работает. Так что подумайте об этом предложении. Оно может уйти, если надумали, то звоните по телефону. Плюс 90-532-450-0705 в WhatsApp, в Viber или в Telegram. Помните, только до 31 января есть такой шанс. А еще второй бонус – это оформление тапу продлено со скидкой 3% от кадастровой стоимости. Так что сплошные бонусы, и все это для вас от нас. А в завершении нашего выпуска наш словарик недвижимости. Мы переходим к букве «В» и расскажу сегодня о вторичном рынке. Итак, вторичный рынок – это рынок недвижимости, на котором представлены объекты от собственников. То есть эти квартиры и виллы были уже куплены, на них оформлено правило собственности, и теперь владельцы объектов решили их продать. Такие квартиры вы можете купить в нашей компании. И я обращаю ваше внимание на то, что все объекты перед продажей мы тщательно проверяем. Наши юристы изучают все документы, проверяют, нет ли долгов и обременений на недвижимости. То есть у нас вы можете смело приобретать не только жилье от застройщиков, но и от собственников. И вторичку. Как привыкли все называть, это вторичка. Так, с новостями все рассказали, все как есть, от себя ничего не добавили. Все горенченькие новости улетели в эфир, так что смотрите. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. Ну а мы сегодня находимся в 20 минутах от города, в котором тепло хорошо. Ну может быть, конечно, это да, идет небольшой дождь, но это не проблема, ведь есть зонтик. А всего лишь в 20, максимум 25 минутах можно найти такое шикарное место, где можно слепить снеговика, покидаться снежками или просто сделать классные фотки, если вы всю жизнь живете в тепле. Будем с вами прощаться, всего вам самого-самого хорошего, продуктивной недели, потому что сегодня вторник, удачи, хороших праздников, которые еще, мне кажется, будут и на этой неделе, и потом еще на следующей, в общем, весь январь в сплошных праздниках, хождение в гости, да, там потом февраль-март, в общем, одни праздники у нас, в общем, не жизнь, а сказка. Всем всего хорошего, до скорой встречи, пока-пока. Пока-пока.